15 ноября во всех колледжах региона впервые прошел единый день работодателя. В Петропавловском колледже машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова для них устроили экскурсию по мастерским и лабораториям, где занимаются будущие электрики, техники, механики и другие специалисты. Идет дисциплина основы теплотехнических измерений и автоматизации тепловых процессов. В данное время ребята выполняют практическую работу по изучению регулирующей вспомогательной аппаратуры. Тяжеловечение легко в бою. С помощью подобных занятий ребятам проще будет влиться в реальный рабочий процесс. Сегодня в Петропавловском колледже машиностроения и транспорта учатся более 1100 студентов. В области действует 24 колледжа. В этом году у нас добавился очень частный колледж «Зенеб». Открылся в этом учебном году в Айртаусском районе на базе бывшего Лобановского колледжа. В этом году у нас на 300 человек мы больше приняли студентов колледжа, чем в прошлом году. Мы сейчас активно ведем работу по сотрудничеству с работодателями. Сейчас в области 17 государственных колледжей они все взяты под шествую крупными предприятиями. Петропавловский колледж машиностроения и транспорта сотрудничает с такими предприятиями, как Петромашзавод, Мунаймаш, Абагра и многими другими. 19-летний Егор Рюмин учится на четвертом курсе. Будущий электрик уже подыскал для себя желаемое место работы. Можно было бы пробовать и на ТЭЦ, себя там проявить, поработать. Там мне нравятся условия. Проходил практику в Евразии от колледжа. Практика была полтора месяца. Работали полдня. Ну и получили все равно какие-то знания. АТО «Миразгрупп» предлагает своим практикантам почасовую оплату за их труд. Строительная компания, которая около 13 лет работает на рынке Северного Казахстана, много лет сотрудничает с гуманитарно-техническим колледжем. В нем сегодня учатся 930 студентов. Студенты к нам приходят и с руководителями, либо сами приходят уже в отдел кадров. Уже там мы их уже номер телефона берем, отправляем их к нашим прорабам уже на определенную стройку. Там уже они договариваются обо всем, где они что будут именно делать. И в определенные сроки, когда у них практика заканчивается, они уже приходят к нам и уже как бы все оплачивается. Аналогичные встречи с работодателями 15 ноября прошли во всех регионах страны. Дарья Пашминцева, Казбек Арагбаев, МТРК